Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Банк Ефимовна, СССР Владимировна. Я по данному номеру могу спросить, Евгений Владимирович? Пожалуйста, слушайте. Евгений Владимирович, меня зовут Ефимовна, СССР Владимировна. Я представляю интересный банк Ефимовна. Я звоню вам в цели регулирования вопроса долга по вашей карте. У вас дефектировано нарушение по оплате. Вы по какой причине платеж не производите? Точните, пожалуйста, в свое время. То есть вам важно знать причину, чтобы урегулировать это? Ну, конечно. Ну, окей, я вам сообщу причину. Нет денег. А в связи с тем, как за трудности произошли? А вот эта информация каким образом может повлиять на урегулирование этой ситуации? Евгений Владимирович, я хочу, чтобы вы понимали, да, то, что вы на протяжении 7 дней не производите выслушку в наш банк. Это понятно, это очевидный факт. Да, вы нарушаете кредитный договор. Следовательно, гражданский кодекс Российской Федерации. Последний раз была оплата в июле. Так, нет, подождите. Нет, вы сейчас констатируете факты, голые факты, о которых мне известно. Да, потому что я не вижу смысла, вот вы время тратите. Давайте по делу. Вы урегулировать хотите, а вы мне просто рассказываете о факте, свершившемся. Как же вы намерены урегулировать? Сейчас мы обсудим, да, на вопросе. Идем к общему решению с вами, каким образом будем поступать. Либо вы самостоятельно будете производить выплаты, либо банк уже будет принимать меры, касающиеся принудительного действия. Так, нет, подождите, подождите. Второй вариант. Либо я самостоятельно, либо что банк будет делать? Как, вот на этом подробнее остановитесь. На этом аргументе, пожалуйста. Вернее, нет, на этом заявлении, пожалуйста, аргументируйте. Что значит принудительно? Принудительно. Либо через суд, либо через коллекторское агентство, Евгений Владимирович. А в чем принудительность? Которая у вас достиг, у вас до 70 дней просрочки не готов. Не, ну смотрите, да, вот в контексте ваших заявлений. Либо сам, да, то есть это вроде как мягкое решение, то есть где-то вывернуться, выебнуться, извините за выражение, и найти несуществующие деньги. Либо принудительно. Я не могу понять вот этого термина. Принудительно. Меня, я вот всегда люблю спрашивать, на дыбу, плеткой, что будет в этом принудительном формате? Чем он будет отличаться от того, что я... Хорошо, я вот поняла. Ввиду того, что ранее в приговору с внутренними отделами банка не была достигнута договоренность об оплате с вами, вам была предоставлена возможность регулировать вопрос вашего долга в досудебном порядке. В противном случае мы будем подготавливать документы для принудительного взыскания... Так что, в чем принудительность? Принудительность это термин как бы из разряда негативных, нежелательных. И когда говорят человеку принудительное, то есть это, ну, подразумевает наличие каких-то трудностей дополнительных, верно? Я вам говорю, нет, Евгений Владимирович, у вас была возможность и есть пока возможность сносить оплату минимальную. Нет, 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 у меня нет этой возможности. Нет, нет, я отказываюсь от этой возможности, у меня ее нет. Вот вы отказываетесь, следовательно, вам будет выставлена вся сумма вашей задолженности. А в чем принудительность? Я бы, наоборот, этот термин, скажем так, по-другому перетрактовал. Я бы не говорил принудительно. Вам будет более комфортный способ решения вопроса, предложен. А для вас комфортно внести всю сумму долга? Не, 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 вы же про суд говорили. Про коллекторов я вообще опускаю, можете не поднимать этот вопрос, всем известно, как с ними я постушу. А по какой причине мы будем опускать данный вопрос, если на основании... Не, ну не опускайте, ну растяните время. 1, 2, 3, 18. 1, 2, 3, 18. Вы поднимите сумму на право передать информацию. Да передавайте. Вы передавайте. А вы там посмотрите внимательно, там есть отзыв согласен мой. Я, знаете, да? Без дополнительного разрешения клиента, Евгений Владимирович. Да причем здесь как? Ну что вы? Вы же, у меня же есть право, и вы обязаны соблюдать банковскую тайну. Это же закон о банках и банковской деятельности. Вы что? Если я отозвал свое согласие на отзыв, на передачу персональных данных и обработку ее, то вы не имеете права. Это банковская тайна. Евгений Владимирович, я вам назвала закон, по какой статье мы имеем полное право... Ну не может статья противоречить одна статье, а другой статье, девушка. Ну вы же сами себя послушайте. Вы слышали, это всем известный термин. Банковская тайна. Вы должны свято хранить всю информацию, которую вам предоставил клиент. А я ваш клиент. А вы говорите, что имеете теперь право. Может вы в каком-нибудь иностранном банке работаете, и там другие правила, в сомалийском. Я сейчас вам объясню данный вопрос, поэтому будьте добры, не перебивайте меня. Хорошо, я послушаю. Вы говорите, а вы говорите, да, свое. Банк сотрудничает с коллекторскими агентствами. Очень хорошо. С коллекторскими агентствами и разглачать банковскую тайну мы не разглашаем его вашим коллегам, вашим родственникам. Это одно, да. А когда вы не соблюдаете условия кредитного договора, и на основании того, что вы не производите выплаты около 70 дней на текущий момент, банк после 60 дней просрочки имеет полное право, на основании статьи, я вам уже озвучила, тысячи пятни, пункта вашего кредитного договора, передать ваши документы в коллекторское агентство. Если есть мое согласие на это, вы забыли один такой скромный пункт. Без вашего согласия, Евгения Владимировича, без вашего согласия. Ну вынужден констатировать ситуацию. Вы не до конца хорошо понимаете свою работу. На это если я очень прекрасно понимаю свою работу, потому что я работаю... Понимаете, есть самодостаточный термин, банковская тайна. Она не подразумевает полутайну, знаете, одному можно рассказать, другому. Тайна суть, понимаете, слово, это говорящая само за себя слово, термин, тайна. Понимаете, тайна известна одному либо двум. Все. Вы понимаете, вот, просто даже не облокачиваясь на закон, вы включите мозги свои, барышня. Банковская тайна. Есть клиент, а есть банк. И что это значит за тайна, когда банк по своему усмотрению решил вдруг коллекторам передать? Вы можете это сделать, но тем самым вы нарушите закон. Другое дело, что я понимаю, что вы совершенно не понимаете, о чем говорите, и двигаетесь в этой жизни только благодаря инструкциям, которые вам выдают ваши работодатели. Включить голову и мозги вы не хотите. Итак, вот с этой позиции попробуйте меня переубедить, я вас внимательно дальше слушаю. Если у вас есть какие-то недовольства в отношении данного вопроса, вы можете подарить изменение в суд. После того, как мы передадим ваше дело в коллекторскую агенту. Окей, подавайте. Я по-другому, я по-другому. Я знал, что банк вероломная субстанция, я даже не говорю, что это, знаете, как субъект юридического права, это субстанция против граждан настроена. Так вот, как хотите, так воспринимайте. Я свое право реализовал вот так. Я вам маслянистую дулю показываю в отношении денег. Потому что вы хамы, подонки и вероломная субстанция. Понимаете? Вот все, кто там работает, в том числе, шестеренки, механизм против людей настроенные. Вот и все. И вы даже не понимаете. Вы взяли деньги в финансовом банке, вы воспользовались денежными средствами, которые банк вам предоставил, Гений Владимирович, на определенных условиях. И сейчас вы отказываетесь носить выплату. Ну почему я должен соблюдать ваши какие-то там выдуманные условия, если вы категорически игнорируете мои права, предоставленные мне Конституцией, и об этом громогласно заявляете, что вы не согласны соблюдать банковскую тайну. В этом случае я отказываюсь от выполнения своих обязательств по договору. Евгений Владимирович, вы не до конца понимаете данный вопрос. И что же я не понимаю? Вы думаете, что мы тут все это самое? Насрано, а вы тут на самокатах или на велосипедах ездите по нам, да? Вы что? Так не насрано здесь. Не насрано, здесь люди, живые граждане живут. Понимаете разницу между тем, что вам рассказывают и что на самом деле существует? Итак, я сделал свой шаг. Я вам показал маслянистую дулю в плане бабок. Что вы теперь, пострадавшая сторона, будете делать? А почему пострадавшая? А вы же денег лишились. А почему вы считаете? Не, ну если есть спорт, то есть, значит, пострадавшая сторона. Я себя не считаю пострадавшей стороной. Вы себя считаете пострадавшей стороной? Вы не можете, Евгений Владимирович, вернетесь в земледную следствию, которую нам должны. Только с какими потерями для вас? Вы подумайте. Какими? Давайте подумаем вместе. Давайте вместе этот вопрос обсудим. Может быть, вы меня переубедите? Конечно. На основании статьи 330 Гражданского кодекса вам ежедневно начисляются штрафные проценты и санкции. У вас по данной карте 750 рублей единовременно, только штраф. За пропуск очередного платежного периода. Вот насколько для вас рационально в вашем финансовом сложном положении, как я уже поняла... Она у меня не сложная, я все очень хорошо чувствую в финансовом положении. А так, я теперь вам парирую ваше, да, то есть начислять вы можете все что угодно. Другое дело, это в виде виртуальной начисления и останется. То, что вы там себе начисляете, вы можете себе в два раза больше там выдумывать и начислять. С тем же успехом я заявляю вам лично, как там вас забыл, что я тоже вам лично начисляю. Вы же над этим посмеетесь, улыбнетесь, да? И я тоже смеюсь и улыбаюсь над тем, что вы мне сейчас говорите. Дальше, какие аргументы, какие сложности у меня возникнут с вашими начислениями? Мы же уже с вами выяснили, что мы обоюдно его нарушаем. Вы не соблюдаете банковскую тайну, намерены нарушить все права гарантированной мне Конституции, в том числе вторую статью Конституции, честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства. Я, в свою очередь, закон не нарушаю, я просто игнорирую условия договора. И в гражданско-правовых отношениях, если вы чем-то недовольны, максимум, что вы можете, это подать на меня в суд. Да вы же тоже задладили, да? Я знаю, как меня зовут. Наши разговоры все записаны. Ну и что теперь? В начале разговора мне сказали, что у вас нет денег, а в середине разговора вы сказали... Нет денег на удовлетворение амбиций коммерческой структуры. У меня нет денег. На все остальное есть. Я, понимаете, как здравомыслящий мужчина, расставляю приоритеты. Семья, жена, дети, собственные удовольствия. Понимаете? Вот на это у меня деньги есть и всегда будут. В избытке. А вот ваши амбиции, я еще ставил там на какое-то 25 место, теперь вычеркнул из списка. Благодаря вашему заявлению о том, что вы плевать хотели на права, предоставленные мне Конституцией. Вы же сейчас работаете, Евгений Владимирович? Это не ваше дело. Да, я работаю, у меня еще подработка есть. Я вам сообщу страшную тайну. Я юристом работаю. Давно уже. И вот очень прекрасно, что вы работаете с юристами. Я надеюсь, вы знаете о том, что на основании судебного приказа в случае судебных список я могу подразиться к юристу банка к вашему работодателю. Ой, какой позор. Вот сейчас обращаюсь, вы сказали под запись, я сейчас не к вам обращаюсь, а к вашим работодателям. По каким критериям отбирают таких, как вы? Я вам заявил сейчас, что я юрист, и вы меня тут же начинаете стращать судебным приказом, который после получения отменяется в течение двух минут. Хотите, я вам расскажу историю возникновения судебного приказа, природу существования судебно-приказного производства? Хотите, чтобы вы больше не ахинею не несли? Вы понимаете, на стадии каких-то учебных навыков, Евгения Владимировна? Не-не, практически, сугубо, 14-летних. У вас была практика, да? 14 лет практикующий юристы. А, кредиты. Юристы. А, да, у вас был опыт, да, в данном вопросе, Евгения Владимировна? Да, в отличие от вас. Вам какой-нибудь банк прощал, да, ваши денежные следствия? Вы выигрывали в суд и не вносили вы платить банку? Еще раз, девушка, суд это второстепенно. Запомните, это раз и навсегда. Что касается судебного приказа, вы думаете, что технично ушли от варианта моего ответа, но наверняка мы теперь не будем, да, заострять внимание на том, что это была, ну, глупость, да, говорить про судебный приказ, надеясь на то, что проверить меня, да. Нет, Евгений Владимирович, это не глупо. Это, нет, ну, это потеря времени, он рассчитан в судебный приказ на людей, на дилетантов, кто не понимает, как отменяется судебный приказ, и еще раз говорю, природу существования вообще института судебно-производства, судебно-приказного производства. А как вы думаете, вот клиентам... Как я думаю, мозгами от вас, в отличие от вас, вот как я думаю. Каким образом? Я вам задаю вещи. Каким образом я думаю? Ну, вот у меня нейроны шевелятся в мозгах, в отличие от вас. Вот каким образом я думаю. Евгений Владимирович, я вам задала вопрос, давайте без иронии. Я вам ответил, а какая ирония? Вы спросили, как я думаю, я отлично ответил мозгами, ну, добавил, в отличие от вас, потому что я все больше и больше убеждаюсь. Вы зачем меня перебиваете? Да не нервничайте, началось уже. Сейчас неконструктивный диалог пойдет. Сливаться скоро будете? Вы зачем эмоционируете сейчас для меня, скажите, пожалуйста. Я вам задаю конкретный вопрос. Что с голосом у вас случилось? Почему вы стали подтраивать? Поняли, да? Может задуматься начали? Мозги включились? Что я тут делаю в выходной-то день? Евгений Владимирович, скажите мне, пожалуйста, каким образом, вы думаете, банк возвращает деньги? Нет, на ваше счастье еще очень много людей в статусе жертвы. Но в моем случае вы вытянули лотерейный билет такой несчастливый. Потому что людей действительно много, кто ничего не понимает и не знает. Но в вашем случае вы получили оплюху. Я надеюсь, что вот этих оплюх, вот ваше братье, будет получать все больше и больше. По одной простой причине. Ваше понимание, одни неграмотные люди вносят оплату? Ну, большинство, да, да, да. Да, да, большинство людей, кто не понимает, как устроена банковская система, на каком этапе человек обманутся. Он обманут на этапе, когда он переступил порог в банк и решил подписать договор. Сейчас вы скажете, что надо было его читать. Так вот, я вам как юрист говорю, ваш договор нужно читать 4-5 часов внимательно, анализируя с дополнительными источниками справочными. Чтобы понять его. Ваши юристы все делают для того, чтобы запутать клиента. И все. И продать ему деньги на любых условиях. А кто вам мешает это делать? Вас никто не доставлял брать деньги в банк. Все рассчитано на человеческую алчность. И это беда нашего населения, на которой наживаются банкиры. Людям нужны деньги, людям нужны новые автомобили, людям нужны какие-то телевизоры. На это все и рассчитано. Понимаете? И это не оправдывает этих клиентов. Что? Сейчас речь идет о вас. Ну, обо мне идет речь. Ну, вот в моем случае вы... Об вас установлены банком сроком. Ну, и что? Ну, не отдаю. Что дальше? Ну, не отдаю. Что дальше? Что дальше? А если вы под запись уже разговора говорите? Да не надо меня пугать записью разговора. В моей практике еще ни одна запись не была приложена. А я вам скажу про эту запись. Что я тоже веду запись разговора. И после того, как мы с вами поговорим в течение часа, она окажется на ютюбе в числе очень-очень многих роликов. И давайте вместе сейчас с вами определим, как назвать этот ролик. Чтобы вы тоже могли посмотреть. После неэффективных переговоров начинка... Ах, сливаться начинаем, да? Видите, все очень предсказуемо, барышня. В реестре как высокориского клиента на расторжение кредитного договора... Отлично. И вот здесь все по правилам. Расторжение кредитного договора меня очень интересует. Но, к сожалению, банк не идет на это. Только в суде мы сможем расторгнуть кредитный договор. Зафиксировать справедливую сумму. Остановить шапку роста. И потом через судебного пристава прекратить исполнительное производство. В связи с отсутствием, либо недостаточностью источника дохода. Если этого не произойдет... Как-то у вас доход имеется. У вас есть также автомобиль, Евгений Владимирович, который имеется в вашей столбе. Да я переписал его на супругу. А вы успели его переписать разум? А? А вы разве вы успели переписать? Конечно. У нас есть информация, что автомобиль нет. Да у вас информация гнилая, кривая. Я его позавчера переписал. Под запись разговора вам. Под запись разговора. Вы вчера проверяли данную информацию. Да ладно. Ну, видимо, у вас что-то там ошибочка. Ну, хорошо, давайте, давайте, давайте. Сегодня перепишу. Видимо, а документ, выходные документы еще не получил. Не зарегистрирована в ГИБДД сделка. Ну, переписать, значит... Ну, и что дальше? Ну, я переписал на супругу автомобиль. Что дальше? Нет, автомобиль зарегистрирован на вас, Евгений Владимирович. Хорошо, что дальше? Что дальше? Где исполнительное производство? Сколько по вашему времени пройдет до реализации исполнительного производства? Вы даже в суд не подойдите. Ренессанс. Евгений Владимирович, в течение пяти дней... Что будет? Будет выставлен вам судебный приговор. А потому что вы готовы... Кто будет выставлен? Кто? Подождите, я чуть на жопу не упал. Судебный приговор? Соберитесь мыслями, барышня. Не надо так переживать. Такие речевые ошибки недопустимы в вашей работе. Судебный приказ я отменю. В течение трех дней после того, как его получу на руки. А на каком основании? На основании том, что я не согласен с суммой. Либо любое другое придумаю. Мировой судья обязан будет по поступлению заявления об отмене судебного приказа тут же его отменить. Вы не знали об этом? Я вам сочувствую. Я вам рекомендую не эксплуатировать вот эту вот форму запугивания. Судебный приказ. Сейчас очень многие уже знают, что судебный приказ отменяется в пять минут. В отличие от вас. В любом случае, Евгений Владимирович. В каком любом? В дальнейшем придем, если вы дадите отменение судебного приказа, Куда вы придете? В течение одного дня дайте мне договориться. Вы понимаете, вы мне дадите мне сказать. Я просто вас же спасаю, чтобы в ахинею не несли. Я же вам говорю, на ютюбе будет выложено. Соберитесь с мыслями. Сделайте хоть одно правильное заявление. Ладно, выкладывайте Евгений Владимирович. Ну просто, чтобы людям не так стыдно было за соотечественников, за своих. И соотечественниц. Ну. Евгений Владимирович. Не дай бог еще руководство вашего банка это послушает. Вы мне дадите слово. Давайте. Только приготовьтесь. Внимательно за каждым словом следите. Готов. Слушать. Три-четыре. Начали. Евгений Владимирович, у вас на текущий момент очередной платежный период до 26 ноября. Последнее поступление вашей денежной суммы, которую вы производили в наш банк, было 29 июля. 3 720 рублей вы внесли. То есть август, сентябрь, октябрь, и сейчас уже ноябрь, но для ноября еще есть до вашего платежного периода времени. Сейчас вам озвучатся долг только за три месяца. С учетом штрафа. Это в размере 550 рублей, которые вы не производили. Долг вас составляет 8300 рублей на текущий момент. Вот эту сумму вам необходимо выритместить не позднее 8 числа. Это вся информация? Или еще что-то есть? Нет, это не вся информация. Хорошо, я слушаю вас дальше. Вы не готовы, да, вносить выплаты? Нет, давайте все послушаем. Я вас спрашиваю, вы не готовы, да, вносить? Нет. Данная сумма восстановлена банком сроком. А сколько там у меня общая сумма долга? Общая сумма долга. Общая сумма долга 30 335 рублей. Это на текущий момент. Сумма, естественно, меняется. По какому продукту? По какому? По карте или по потребительскому? У вас нет потребительского кредита. По карте, да? Там что, номер счета на какие цифры заканчивается у меня? 82.11 82.11? 82.11 82.11 Да, карта там до какого числа действительно? Вы можете карты пользоваться вечной. У нее срока давности нет, что ли? Она не именная у меня? Срок годности имеет. В зависимости от того, когда вы ее активировали. Ну, какой срок действия? Когда мне ее нужно вновь? Вновь ее когда нужно будет активировать? У вас имеется карта? Возьмите карту, посмотрите, Евгений Владимирович. Если у вас возникают вопросы касающиеся... Ну, хорошо. У меня просто несколько карт этого банка. Есть дебетовые. Последние четыре цифры карты этой скажите, если вам не трудно. Ну, 82.11. 82.11. Да? Понятно. Все. Записал. Далее что? Евгений Владимирович, в понедельник формируется реестр как высокорисковых клиентов на расторжение кредитного договора. Если мы не увидим оплату, то, возможно, ваши документы будут... Хорошо. Еще раз, пожалуйста... Я вас так предупреждаю, что документы будут переведены также в коллекторскую агенту. Отлично. Я еще для себя хотел бы ваше фамилию, имя, отчество услышать. Кто со мной разговаривал? Анастасия Владимировна. Ага, Анастасия Владимировна. А теперь вспомните начало нашего разговора. Каким образом вы для себя сделали вывод, что вы с данным конкретным человеком разговариваете? Где попытка верификации человека? То, что я вам сказал, слушаю вас. Я не Евгений Владимирович. Я не Евгений Владимирович. Я не Евгений Владимирович. Я звоню на личный номер вашего. Ага. Значит, Евгений Владимирович воспользовался услугой переадресации, обратившись к юристам за помощью. И нажал кнопку, когда увидел ваш звонок. Вы, в свою очередь, барышня, вы, в свою очередь, вводили в заблуждение юриста. Это не Евгений Владимирович. И в конце разговора предоставили полную, достаточную информацию третьему лицу, которого вы даже не попытались идентифицировать. Хотя изо всех сил пытался вам намекнуть, что я не Евгений Владимирович, а Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Я полностью вам обозначил свою компетенцию. Вы могли бы посмотреть, чем занимается Евгений Владимирович, и кто сейчас с вами разговаривает. Уверенность в тоне голоса. В том, что я изо всех сил пытался вам доказать, что вы не правы, и аргументировал, в отличие от вас, данные конкретные заявления. Вы, мало того, когда я вас предупредил, будьте внимательны, когда будете сейчас рассказывать информацию, все равно проигнорировали мою просьбу, мое предложение, мой совет, если хотите. И вылили всю информацию, которую вам доверил ваш клиент. То есть, тем самым подтвердили то, что вы не согласны с тем, что банковскую тайну нужно свято хранить. Итак, барышня, подумайте очень хорошо. Я выложу это обязательно в Ютьюбе и напишу заголовок обращения к руководству того банка, с которого вы звоните. Ренессанс, да? Смотрите, обращение к руководству банка Ренессанс Кредит. Этот канал называется, канал Кузнецова Дмитрия, компания Алиам. Клиент обратился к нам, и вы сейчас юристу, многоопытному юристу, доказали, что с вами... А это уже не ваше дело. Я, в отличие от вас, внутреннюю информацию не выкладываю, кому попало голосу из трубки. А каким образом вы будете решать данный вопрос? А вот это не ваше дело. Вы далеки, очень сильно далеки. Уже письма в банк отправлены. Вы по роду своей должности не можете видеть эти письма. Что? Зачем? Как-то не можем видеть. Вы не видите, потому что письма отправляются в головной офис, и только туда. Я вам с головного офиса звоню, кажется... Да вы в какой должности? Вы что, председатель правления банка, на чье имя отправляются письма наших клиентов? Вы простой звонилка, еще и неопытный, некомпетентный. Решивший, что вы лучше всех, а все вокруг насрано, как я уже сказал. Не удивляйтесь такому тону. С вами только так и нужно разговаривать. Я не представлялся. Я не представлялся. Если вы не лукавите, что запись разговора ведется, включите. Не надо ее всю слушать. Хотя на ютюбе вы ее всю услышите. Вы спросили. Евгения Владимирович. Да, да, да. Вот именно так спросили. И вам сказали. Слушаю вас. Если бы я усомнилась в том, что вы не Евгения Владимировича, что она разговаривает и не стала. Усомнились. Да вы что себе думаете? Усомнилась она. Что? Ваши мысли имеют право на какую-то такую непоколебимую точку зрения всего вообще законодательства? Она усомнилась. Да плевать, усомнились вы или нет. Вы не соблюдаете правила, регламентированные вам инструкцией элементарной. Верификация клиента. Хотя бы. А потом еще мало того, что бессовестно сливаете всю информацию. Неизвестно кому. Вплоть до последних цифр карты. Сумм долга и так далее. Вы понимаете, что вы на грани преступления. Лично вы сейчас находитесь. Да, все верно. Вы можете на сайте банк. Это верно. Хоть это вы понимаете. А вам плевать, да? Вы можете на сайте банка написать недовольное. Да не буду я ничего не... Мой клиент просто вас по бороде прокатит и все. Никаких денег вы не увидите от нашего клиента. Понятно? И вы, и другие банки. А у него хватает денежных средств для произведения и вам выплат, да? Откуда вы решили... Отчего вы решили, что он нам деньги платит? А вы решили просто так... Да мой клиент финансово состоятелен. Просто он занял гражданскую позицию такую, какую навязал ему банк. Банк в первую очередь плевать хотел на граждан. А граждане, хоть и в малом количестве, тоже будут плевать вам в морды. Понятно? Это мое эмоциональное заявление. Я с ним не соглашусь. Да не соглашайтесь. Вы зайдите на YouTube, поставьте дизлайк обязательно. А посмотрите, сколько стоит лайков. Вы, да вы уже... И сколько людей будут писать комментарии в вашу сторону. Я понимаю с первого раза. Я поняла это уже с первого раза. Да ничего вы не поняли. Тогда более вопрос. Почему тогда вы слили всю информацию, если вы поняли... Это усугубляет вас? Наташа, дай я с ней договорю, а? У меня жена уже говорит, ну что это такое? Сколько можно с этой дурой разговаривать? С вами данный вопрос. Давай сливайся уже быстрее. До свидания. Сливайся, отца. Трубку клади. Хулиганы, бандиты. Людей вообще ни за кого не считают. Что ты меня не слышишь? Трубку клади, мразь. Ты посмотри на нее. Она еще и понимает, оказывается, что она не с ним разговаривает. И слила неизвестно что и как. Ничего ты вообще не понимаешь в этой жизни. Итак, ролик на ютюбе. Внимание у руководителей и Ниссанс Кредит. Обратите внимание на то, кто у вас работает.